Радикальному пессимизму и воинствующему, ну это видение у нас, антинатализму Артура Шопенгаура и Дэвида Бенатара противопоставляется оптимистическая философия жизни, согласно которой жизнь не бессмысленна. Она дана природой естественным образом, и человек живет, учится, работает, делает карьеру, добивается результатов, растет и развивается, блин. Вот это ценности, да. Будучи активным субъектом собственных общественных отношений, человек не отказывается от продолжения рода, какие бы трудности, несчастья и страдания не пришлось испытать. Бенатар же убеждает, что вся жизнь есть непрерывные страдания, а существование есть постоянное умирание, поэтому лучше вообще не рождаться, поэтому лучше вообще в принципе не рождаться. Вот здесь он правильно сказал. На что кредит брал? Тысячу раз отвечаю. Комп, монитор, микрофон, который передо мной находится, камера, которая передо мной находится, плюс ко всему издание книг, моих поэтических сборников, плюс ко всему защита диссертации. Вот, вышло в 200 тысяч. И я, друзья, почти закрыл все. Все, осталось буквально 7 тысяч. 7 тысяч, ну может чуть-чуть больше, чуть-чуть больше, потому что там чуть больше запросят, но не важно. 7 тысяч всего-то осталось, и я закроюсь, это будет замечательно. Так вот. Материалы и методы. В качестве основного теоретика методологического направления исследования используются диалекти... Материалистический! Интегративный подход, реализация которых во взаимосвязи с энергическим приемом обеспечивает определенный результат. А нет, книги про Путина я раньше издал на год, так что, друзья, и сборники-сборники по преимуществу. Обеспечивает определенный результат, убеждение в несостоятельности идей антинатализма, идеи отказа от жизни. Системный подход и комплексная оценка изучаемых процессов обеспечивают раскрытие противоречивого характера антинатализма. Да плевать на диамат, но просто проблема заключается в том, что антинатализм, по сути, ну... Серьезная концепция. Нельзя вот так вот, знаете, брать ее и опровергать щелчком в научной статье ее опровергнуть невозможно. Ну, это типичная, на самом деле, научная статья, вот в этом смысле. Вот материалы и методы. Вот в этом разделе пишется вот одно и то же обычно. Результаты исследования предъявлены в виде выводов, что человеческая жизнь дана самой природой естественным образом. И что с того? И что с того? Ну, то есть, антинаталисты, что-то им как-то не нравится, что она дана естественным образом? Инстинкты, потребности, интересы, заложенные в человеке, стимулируют к активным действиям. И он живет. А Чибиса, ну, если вы закажете Чибисова, мы его почитаем. Вообще без проблем. Ну, то есть, мы можем читать все, что нам заказывают. Лишь бы все хорошо было. Инстинкты, потребности, интересы, заложенные в человеке, стимулируют к активным действиям. И он живет. Блин, ну, на самом деле, это плохая научная статья. Это пример плохой научной статьи, потому что автор, ну, прям сразу предлагает нам свою... Просто пихает нам вот в лицо свою концепцию. Так, но даже если покончить со всем человечеством по договоренности, с течением времени по законам природы и согласно эволюционной теории, неизбежно объективно занавер... Вновь появится человек! Бля! О, блин, гуманитарии охерели просто! О, боже мой! Господи, боже мой! А с чего он появится? Эволюция может идти разными путями. После того, как происходили массовые вымирания, ну, судя по научным теориям, массовые вымирания их было несколько. Многие периоды, как бы, так или иначе, в веках существования жизни, они оканчивались массовыми вымираниями, где умирало от, там, не знаю, от 60 до 95% видов. И вы не поверите, виды не возвращались в том виде, в каком они существовали. Ну, 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 вот, ну, вот, что? Что это? Это, тантал, что это в статье дописано? Если покончить со всем человечеством по договоренности, с течением времени по законам природы и согласно эволюционной теории, неизбежно, объективно, закономерно вновь появится человек. Что? Что ты несёшь, чувак? Ты чего в этом, бля? Это в научном журнале как бы издано. Ну, ладно, философия, конечно, ну, блин. Ну, ты Википедию почитай хотя бы. Блин. А-а-а, бля, чувак. Господи. Не, ну, это реально, это ржачно. Ну, то есть, ну, блин. Ну, ты за науку, типа, ну, окей, как бы. Ну, ты бы мог хотя бы Википедию открыть. Ну, типа, чё? Хотя бы Википедию приоткрыть так немножко, чуть-чуть приоткрыть завесу тайны. Ну, потому что вот, вот это обсёр, как бы. Я не понимаю, как это, это введение, это не просто введение, это в аннотации. Любой редактор, который это читал, он, он видел это, понимаете? Там редактор, редактор у журнала должен быть, он должен был это прочитать, как бы, серьёзно, так подойти к проблеме. И уже в аннотации тут ошибка фактическая. Настолько большая, что, ну, вот, не заметить её, ну, наверное, может только слепой. Человек, который в школе не учился даже, наверное. Ну, не знаю, в школе вроде не проходили. Ладно, не в школе, ну... Ну, ты тупо, ты тупо апеллируешь к подходу эволюционному. Можно открыть, не знаю, Википедию, ну, например, Википедия, эволюция. Или эволюционное древо, например. И посмотреть, что после вымираний ничего не происходило. Ну, то есть, после вымираний не появлялись те же самые виды. Те ниши, которые в итоге оставались открыты, их занимали другие существа. Иногда даже вот из... Ну, они были вообще других каких-то, вот, не знаю, ну, там, не знаю, птицы, ящерицы какие-нибудь, там, динозавры. И так далее, так далее, так далее. То есть, вообще разные существа занимали разные ниши. То есть, динозавры могли в определенную эпоху занять практически все ниши, которые занимали живые существа, животные, в смысле. А потом те же самые ниши заняли млекопитающие. Схера ли, если мы уничтожим человека, вдруг человек займет, опять вернется. Что это? Что-то, что-то, ну, ты, блин, а нахера? Зачем? Ну, зачем он это сделал? Ладно. Ожидаемым эффектом идеи неизбежности возрождения может быть формирование оптимистической ориентации значительной части молодежи, идеи продолжения жизни и строительства счастья и развития. Ладно. Когда социальное существо-человек универсален, и осознание этой универсальности позволяет понять свое предназначение непрерывное разностороннее развитие. Так, я надеюсь, этот чувак, он хотя бы, ну, аспирант может быть, а не доктор какой-нибудь наукой. Я не знаю, кто это. Не написано. Иногда пишут. Ключевые слова. Антинатализм, пессимизм, оптимизм, мизантроп, филантроп, асимметрия, суицид. Не одобряем суицид. Адаптивная преференция. Сексизм, дискриминация. Ммм, ненавидим сексизм. На английском не будем читать, там то же самое. Введение. Существует странная теория. Странная теория существует. Философская позиция антинатализм, негативно оценивающая воспроизведение потомства новых поколений людей. Странная, потому что противостоит извечным, объективным законам природы и общества. Законом развития, роста, отрицание, отрицание. Окей. Хорошо. Блин. Ну, блин, ну критика просто невероятно крутая. Север, по-моему, он не знает теорию эволюции просто. Да, тут проблема немножко у меня с хромакеем. Ну, неважно. Да, абсолютно, там, объективные законы, которые извечно, извечно, они существовали всегда, понимаете? То есть, не было за протяжение развития вселенной ни одного этапа ее существования, когда бы в ней не было жизни, понимаете? Она всегда, то есть, была, развивалась. Это всегда были эти законы, значит. Хм, а это имеет, да, смысл? Имеет смысл, ну, только не, только не имеет. Только, к сожалению, не имеет, потому что Земля возникла, сколько, 5 миллиардов лет назад, если я не ошибаюсь? 5 миллиардов отчитывают. Ну, то есть, если мы исследуем науки, эволюционные теории, ну, уже неизвечные. Вот Влад Барков верно пишет, антинаталисты в этом смысле, они умрут. Так вот, в мире, природе, обществе, в сфере духовного, духовного познания, всюду есть эволюция, движение, переход от низшего обязательно к высшему, от простого к сложному, размножение, и вдруг антинатализм, точка. В переводе с латинского натализм, рождение, а анти, против рождения. Обзор литературы. Да, Сейвер, вот именно что, не обязательно усложнение, но, ну, блин, все очень плохо в этой статье. Эту позицию не только поддерживали известные философы 19-20 веков, Артур Шопенгауэр, Цапфе, не знаю его инициал, вообще впервые о нем слышу, и другие. Ну и развивают современные, например, Бенатар, о нем слышал. Основные идеи Шопенгауэр привел в работе «Мир как воля и представление». Он высказывался по поводу того, что счастье есть нечто обманчивое, простая иллюзия. Жизнь большинства людей печальна и коротковременна. Сравнительно счастливые люди по большей части счастливы на вид или же представляют редкое исключение. Шопенгауэр называл существующий мирно и худшим из возможных, а свое учение – пессимизмом. Мировая история не имеет смысла страдания и наказания за первородный грех. Вся жизнь есть страдания, а существование есть постоянное умирание. Не поддерживаем великий пессимизм Шопенгауэра в данном случае, но неважно. Великий пессимист считал, что всякий неумеренный восторг непременно основывается на иллюзии. Каждая мечта впоследствии неизбежно заканчивается разочарованием. За все необходимо платить ценой столь же горьких страданий, сколь отрадным было ее возникновение. Эти идеи, кстати, шопенгауэр взял во многом у индусов, как ни странно. Вот такой, вот такой вот вам немножко, вот как-нибудь сюда, да, вот так вот получается надо сделать. И немножко вот даже вот так, вот пусть бы и так. Все, так-так лучше, да, так я не должен. Ну, шопенгауэр пессимист, окей, да. Не только у буддистов, он еще читал Панишады, не только у Панишады читал, Адвайта Веданту читал, шопенгауэр, ну, то есть не только у буддистов. А многие говорят, что у буддистов только, ну, не только у буддистов. Там у шопенгауэровой сетка влияний большая. Не только у буддистов, повторяю. Великий пессимист считал, что всякие неумеренные, да, 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 это читали. Идеи исходные с пессимизмом, так, все, я опять исчезаю, да что ж такое-то? Идеи исходные с пессимистической философией Шопенгауэра развивал норвежский философ-писатель Пётр Весель Сапфе. Одна из его работ «Последний мессия». Эссе об ошибочности человеческого существования. Зачем нужна эта жизнь, если она рано или поздно кончается? Нет, все его идеи в любом случае нечистой воды буддизм, зоопарк в поисках сбежавшего аллигатора. Вы плохо знаете Шопенгауэра, либо буддизма. Что-то из этого вы очень плохо знаете. Какой смысл размножаться, если миллионы людей... Привет, Вячеслав. Так вот, какой смысл размножаться, если миллионы людей живут в бедности, миллионы становятся инвалидами, больными, новорожденного постоянно преследуют боль, стресс, разочарование, рождение происходит в муках и в итоге все равно. Смерть. Еще в более резких выражениях высказывается современный южноафриканский философ-антинаталист Бенатар. Ну, южноафриканскому можно. Декан философского факультета Кейптаунского университета. Один из самых известных пессимистов и антинаталистов современности. Так. В статье «Телесное наказание» он выступает с защитой телесных наказаний для детей, доказывая, что в любом случае, вне зависимости от того, нравится или не нравится людям жить, глубоко морально не делать новых... Стоп. Глубоко морально не делать новых людей, да? Потому что 99 из 100 человек постоянно серьезно страдают. Этот повод поступить этично по отношению к будущим поколениям, раз нельзя избавиться от страданий уже родившихся, можно избавить от рождения тех, кого еще можно спасти. Кстати. Так. Ну, видите, в поисках сбежавшего аллигатора... Они шарят еще и в индуизме. Ладно. Ну, аллигатором можно. Окей. Аллигатором можно. Поэтому нужно очень постараться свести численность популяции к нулю. Для этого надо просто перестать размножаться и умереть. Бымя. Он если написал «вымереть», я бы написал «умереть». Ну, да ладно. В работе лучше не рождаться. Бенатар задает вопрос «Сколько должно быть людей на Земле?» Отвечает «Ноль». Нулевой ответ – это идеальный ответ. Будет лучше, если это произойдет раньше, чем позже. Он считал, что любые попытки оптимизма основываются на самообмане и стремлении не видеть и не знать очевидного. Он ссылается на Артура Шопенгаура, который говорил, что оптимизм представляется ему не только нелепым, но и поистине бессовестным воззрением, горькой насмешкой над невыразимыми страданиями человечества. Дальше он приводит данные. Примерно 20 тысяч человек ежедневно умирают, окей, от голода, 840 миллионов человек страдают от недоедания. Это приблизительно каждый 8 из 7 миллиардов человек, которые в настоящее время живут на планете. К началу 20 века в войнах и массовых убийствах погибли более 133 миллионов человек в течение одного. Лишь 20 века более 109 миллионов человек. Люди застрелены, избиты, замучены, зарежены, сожжены, замарены голодом, заморожены, искалечены до смерти, погибли от непосильного принудительного труда. Похоронены заживо, утоплены, повешены, умерли от минной бомбы. Но печально. Подобные данные приводят и во всемирном отчете о насилии. И в оценках всемирной, в мемирной, в мемирной, правда, написано организации здравоохранения. Это о том, как хорошо происходит редакция непосредственно журнала, в котором напечатался наш прекрасный противник антинатализма. В мемирной организации здравоохранения они напоминают страшилки о неубедительной доказательстве. Автор это чувствует, потому... Так вот. Автор это чувствует, поэтому, чтобы остаться при своем мнении, он заключает... Пронатальные интуиции, продукты иррациональных психологических сил. Настаивайте на том, что позитивная сторона всегда правая сторона. Означает поместить инстинкт... Поместить инстинкт в обслуживающие его идеологии впереди доказательств. Аллигатор. Аллигатор. Вы понимаете, в чем дело? У нас здесь небольшая разница. Есть просто между вами. У меня, в общем-то, образование по философии Востока. Ну, то есть, я, может быть, не религиовед, но у меня есть магистрское образование по философии Востока. И вы сказали полную херню. Объяснять, почему вы это сделали, я не буду, потому что на это нужно потратить некоторое время. Там минут 10-20, понимаете? Поэтому, ну, до свидания. Почитайте про буддизм просто. И про индуизм. И про разные, в общем-то, учения с разных сторон. И какое значение в них играет понятие страдания. Вообще, в принципе. Все. Все, как бы. Вопрос о том, стоит ли жить или нет. Или, как говорил Гамлет, быть или не быть, вот в чем вопрос. А для чего существует мир и в чем предназначение человека? Вечные философские вопросы, которые волнуют и мучают человека. Не люблю, кстати, вечные философские вопросы. Нет никаких вечных философских вопросов. Ни одного. Ни один из философских вопросов не вечный. Однозначного ответа на них нет. Каждый отдельный человек может для себя решить главный жизненный вопрос. Жить или не жить. Да, каждый может решить жизненный вопрос. Жить или не жить. Окей. Ну, то есть, я согласен. Каждый может решить. Поэтому антинаталисты могут решать, хотят они жить или не хотят. И поэтому антинаталисты могут себе представить любую позицию. Даже позицию, согласно которой, всего в мире должно остаться ноль человек. Мы читаем статью, которая посвящается теме «Неизбежность возрождения про- и контр-антинатализма». Автор критикует антинатализм с очень смешных позиций, на самом деле. Не то чтобы с очень смешных позиций, но он просто очень смешно критикует. Вот так вот. Но для человечества в целом этот вопрос решает не человек и не человечество, а природа. Вечная и бесконечная во времени и пространстве. Именно она формирует гармонию свойств, симметрию, порядочность, оптимальность, функционирование процессов, явлений, имманентно присущие природе целесообразности и закономерности. Взаимосвязи и взаимопереходы, наличие и действия объективных и многообразных форм причинно-следственных связей свидетельствуют о независящих от человека процессов, происходящих в природе, результатом действия которых является сам человек как сознательное существо. Да, природа очень классная, гармоничная, такая потрясающая, клевая, клевая. Да, это Савкин, автор этого шедевра Савкин. Притом, ну, забавно, что он сделал большой косяк в начале с эволюцией, но меня прям это вот вообще размешило, но это невероятно смешно просто было. Тут еще несколько косяков есть, но здесь, в принципе, знаете, ну, окей, природа вечная и бесконечная во времени и пространстве, а? Да, доктор философии, ну, похуеть, как бы, ну, он лучше бы не лез в нефилософию, как бы, лучше бы он в нефилософию не лез в данном случае. Просто вот концепцию антинатализма можно было бы разбирать с точки зрения этики, например, без проблем, очень мощно. Ну, не знаю, можно было бы просто на базе своего мировоззрения, такого вот диалектико-материалистического попробовать, знаете, покритиковать. Хорошо. Ну, зачем апеллировать непосредственно, зачем апеллировать к теории эволюции, о которой ты не знаешь даже на уровне, ну, как бы, статьи в Википедии? Вот, как бы, вот зачем, непонятно. Фух, ух, ух, ну, такое. Еще вечное и бесконечное во времени и пространстве. Да, вот именно такая природа. Вечное и бесконечное во времени и пространстве. И жизнь, главное, тоже вечное и бесконечное во времени и пространстве, наверное, да? Что-то мне напоминает христианство какое-то. Бенатар считает, что жизнь настолько ужасна, что лучше ее не стоит начинать. В книге лучше никогда не рождаться. Вау, better never have been. Лучше никогда не быть даже. Он пишет, что появится на свет ужасное невезение. Бенатар как будто бы не занищает, что у одного рожденного не зависит то, что он появился на свет. А вот здесь давайте, знаете, вот обратим внимание уже к теории антинатализма. В этом и есть проблема, что от новорожденного не зависит, появится он на свет или нет. В этом-то один из поинтов антинаталистов. Ну, то есть дети, матери рождают детей без их спроса. В этом проблема. И дети вынуждены страдать. В этом мире, ну, судя по позиции антинаталистов. В этом-то и поинт главный. Он не то, чтобы не замечает. В этом главный, один из главных тейков. Новорожденный, он независим. Собственно, да, от него ничего не зависит. Его забросили в этот мир, и он здесь страдает. Как бы, для антинаталистов это нормально. Любой антинаталист, который будет это читать, так и скажет. Наука доказала, осьминоги умнее аллигафренов. Ой, аллигаторов. Я просто копеечку тебе решил дропнуть на самом деле. Спасибо. Наука действительно доказала, что осьминоги умнее аллигаторов. Да. Люблю науку. Блин, ну, ну, блин, ну, 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 зачем? Зачем? Зачем он врет просто, автор? Да, дети не просят себя рожать. Ну, то есть, дети заброшены в мир. Это вообще хайдеггеровская, понимаете, хайдеггеровский подход к проблеме. То есть, люди заброшены в мир. Они не по своей вине сюда заброшены. Они не хотели, может быть, не просили никого, чтобы их родили. Почему они не просили? Потому что их не было. Их не было. Новорожденного ребенка еще не было, знаете, год назад, даже в виде зародыша. Это просто вот какое-то существо, оно появилось, оно не просило, чтобы оно появилось. И в итоге оно вынуждено в этом мире страдать. Не по своей воле и не по своей вине, вообще-то. По своей воле и вине оно может уйти из жизни, но... Но это тяжело, это тяжелый выбор, понимаете, в этом проблема. И для Шпенгауэра это был тяжелый выбор, то есть, ну, самоубийство, ну, не вариант все-таки. Тяжеловато, тяжеловато. Он не пояснит, Кирилл Кем, он не пояснит. Критик антинатализма. Ну, блин, ну просто, блин, у антинатализма много проблем. Зачем врать? Врать нет смысла. Он продукт желаний, потребностей, любви других. Как запретить людям любить друг друга, если есть желания, страсти, объективные психофизиологические потребности? 51-летний философ, возглавляющий философский факультет университета Кейптауна в ЮАР, считает, что лучший вариант для человечества перестать размножаться и исчезнуть с лица земли. Кокер, понимаете, в чем проблема? Проблема заключается в том, что в других индийских учениях то же самое. То есть, это не только буддизм. Вообще, проблематика страдания заложена в Индии, ну вот, крайне основательно. Как ни странно, во многих учениях вы ее найдете. Вот все. Вот и все, Кокер. А и Шопенгаур читал далеко не только буддисты, буддийские тексты. Я понимаю, что вы все гении, и вы там прочитали, не знаю, в общем-то, проповедь Будды, одну единственную, и такие, Будды создал теорию страдания! Нихуя себе! Но это так не работает просто в мире. Так, великий аллигатор, это так не работает, к сожалению. Так, продолжаем. Но если даже следовать философии Артура Шопенгаура и установкам Бенатара, и покончить со всем человечеством по договоренности, останутся животные, кошки, собаки, тараканы и обезьяны. Он опять повторил эту штуку. И с течением времени, по всем законам природы и согласно эволюционной теории Чарльза Дарвина, неизбежно, объективно, закономерно вновь появится человек. Вот так вот, друзья, вот так вот это весело появляется. Круто, смотрите, опять же, по теории, в эволюционной теории Чарльза Дарвина, неизбежно, объективно, закономерно вновь появится человек. Кайф. Кайф, да. Мы уже это обсуждали в начале, но вот опять. Что происходит? И что же, снова надо договариваться о самоуничтожении. Уважаемый профессор, профессор философии, вы не понимаете, как работает эволюционная теория Чарльза Дарвина, даже на уровне статьи Википедии. Я предлагаю вам просто прочесть, как она работает, не знаю, эволюционное древо просто посмотреть, посмотреть, что после вымираний виды в том же самом своем состоянии, после вымирания не возвращались. Их место, их ниши занимали новые виды, согласно теории эволюции. Ну, не согласно теории эволюции, а согласно наблюдениям. Миротворец, ну, здесь вообще не важно, чья теория эволюции. Просто не одна теория эволюции, европейская, о таком не говорила. Как-то так, очень интересно. Очень интересные аргументы, ну, то есть, вот смотрите, он к этому так подводил, 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 и вдруг, бам, апелляция к науке, и бам, и мимо. Максимально мимо, это смешно. Аргументы Бенатара в пользу антинатализма противоречивы и неубедительны. Да, вот зато вот этот аргумент прям вот убил Бенатара просто к черту. Разнес бедного Бенатара вообще, не оставил ему никаких шансов на оправдание. Вот это да, вот это мощно. Он говорил в интервью BBC, в жизни человека много боли и страданий, поэтому нехорошо рожать новых людей. Но ведь в жизни человека есть много радостных эмоций, любовь, счастье, наслаждение. По мнению философа, несчастье, страдания, боли превалируют, а доброе, счастливое люди переоценивают. Они ошибаются, когда представляют будущее в розовых тонах и не осознают масштаба страданий, которые, скорее всего, переживают к концу жизни. Смерть, раковые опухоли, инфекционные заболевания, немощь. Люди часто забывают, насколько плохим может быть плохое в жизни. Так это есть критика. Это есть критика. Кокер все еще там продолжает про сухую духу спорить. Ну и в чем проблема-то? В чем проблема? Ну, то есть, вы хотите сказать, что Шопенгауэр взял концепцию только у буддистов, потому что у него похожее, в общем-то, сравнение, сопоставление духи и сухи? Серьезно? Серьезно? Ну, окей, круто, замечательно. Тоже гениальный такой подход. Ну, вот, к сожалению, все равно неверно. Потому что он читал практически все тексты, так или иначе. Ну, не все тексты, он читал множество индийских текстов, включая Упанишады. Не, ну, можем провести, знаете, исследование. Исследование было ли в каких-нибудь Упанишадах до шраманского периода, ну, например, что-нибудь такое вот завораживающее, то, что похоже на теорию буддистов. Скорее всего, найдем. Так... Ну, неважно. Да, это читали. Для более убедительного обоснования своей концепции Бенатар создает целую систему, называемую Бенатарова асимметрия, согласно которой, поскольку рождение нового существа, ощущающего вида заранее, обречено на страдания, даже если условия его жизни будут непрерывно улучшаться, а причинение вреда есть этически неправильный акт. Должен быть и этический императив запрет против начала новой жизни. А с чего вы взяли, что он у буддистов это взял? А, вслед за буддистами и индуистами. Окей. 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 Ну, то есть... Я это проговорил ранее, я не понимаю, в чем ваша, в общем-то, критика здесь относится. Я это и с вами в диалоге проговорил, и с аллигатором, кстати. Ну, то есть... Окей, как бы. Ну, замечательный вы комментарий внесли. Если это какой-то упрек, ну, это дурацкий упрек, он был... Не знаю, он не работает, потому что я то же самое и сказал. Методы. Для большей убедительности своей правоты Бенатар использует не очень приемлемый в науке прием настойчивость убеждения. Человеку плохо вне... Человеку плохо вне зависимости от того, что он сам об этом думает. То есть имманент изнутри, даже не чувствуя, что человеку плохо, он должен быть уверен, что ему объективно плохо. Ну, Бенатар просто, знаете, настоящий этический философ, в отличие от автора, потому что автор, скорее всего, ну... Обычный академический представитель русской, вот такой вот нашей вот традиции. Ничего в нем, видите, он даже не может попытаться как-то аргументировать позицию против Бенатара. Хотя там все очень просто. Хотя там все очень просто, и мы можем просто по пунктам начать разбирать различные вещи. Странно. Шопенгауэр не использовал термины духа и сука, как ни странно. Вот так вот. Поехали. Доказать я... Поехали дальше. Доказать я не могу, подтвердить фактами не получается, но я все равно остаюсь при своем мнении 99 из 100 или даже 100 из 100, как-то серьезно страдает. Да, духа это страдание. Ну, давайте смотреть духу. Ну, надоели, господи, духа. Если я сейчас посмотрю, и там, друзья, мы его забаним, в общем, аллигатора, если духа окажется во всех учениях. Термин обычный язык в палии, санскрита, как страдание. Играет центральную роль в буддизме. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Три принципа существования. В индуизме. Слово духа используется в одном из имен Шибвы, уничтожатель, бедность и несчастье. Это имя употребляется... Окей, ну, допустим, я был неправ. Ну, хорошо, окей. Точно не могу подтвердить, ну, без разницы. Если бы вы были неправы, я бы вас забанил, ибо, ну, трудно, надоело спорить. Так, 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 что еще у нас есть? Окей, но ведь в текстах непосредственно потом в различных учениях страдания, оно тоже присутствует. Духа это не страдания. Тут, кстати, написано, что это не вполне страдания. Ну, не важно, не важно, не важно. Так, поехали. Ну, если есть, ваш спор не имеет смысла просто. Если страдания в других учениях есть, ну, вообще просто без разницы. Это похоже на инверсию М. Ларри Кинга, который рассуждал так, мне плохо, но Иисус меня уже спас, значит, мне уже хорошо. Утверждая, что жизнь есть бесконечная цепь страданий и ужасов, Бенатар выступает против самоубийства и истреблений. Самоубийство это зло, это нечто плохое, и ценой самоубийства оказывается та же боль, страдания, которые причиняются другим. Сейвер, я не знаю, откуда он взял эту теорию о постоянном появлении человека и почему он апеллирует к Дарвину при этом, но у Дарвина такого нет. Он это взял и выдумал, скорее всего. Может быть, он... Он даже Википедию просто не читал, получается. Просто даже не пытался прочитать Википедию. Он также выступает против истребления бездомных животных и без истребления тоже убийства, и он против убийства людей или животных, однако поддерживает вымирание. Один из путей вымирания не рожать новые существа. Здесь нет... Типа автор пытается показать противоречивость позиции антинатализма и говорит, ууу, он против самоубийства, он против убийства, типа такое. Ну да, проблема Бенатара и заключается в том, что он этик, как бы, он этикой занимается. Просто в рамках его этики сама жизнь является безнравственной. Жить больно, плохо, неприятно. И мы не можем сделать никаким образом так, чтобы жить было хорошо, приятно и замечательно. Вот в этом проблема. Как последователи и приверживаясь концепции антинатализма, Бенатар считает, что люди не должны разводить на фермах сельскохозяйственных предприятий животных, где их выращивают исключительно для того, чтобы убить и съесть. Мы приносим невыразимые страдания этим животным, и я за то, чтобы прекратить их разведение, считает он. Надеяться на то, что люди могут улучшить этот мир до такой степени, что в нем исчезнут все страдания, чтобы потом иметь детей, которые никогда не почувствуют боль, сопровождающую эту жизнь. Чересчур оптимистическая точка зрения. Таким образом, пессимист Шопенгауэр и антинатализм Бенатара взаимно дополняют друг друга и взаимно сопровождают. Поехали дальше. Бенатар уверен, что... Обсуждение, обсуждение идет. Бенатар уверен, что родители ответственны за страдания не только своих детей, но и детей своих детей, детей своих внуков, последующих поколений. В этих рассуждениях, разумеется, есть рациональное зерно, но оно заключается не в том, чтобы не рожать детей, тем самым ограждая их от страданий. Страдание, наслаждение, счастье и несчастье. Диалектическое единство! О, вот почему! Вот почему нельзя этого допускать! А в том, чтобы... Привет, греховец! А в том, что родители и общество в целом обязаны объективно, инстинктивно, по генетике, инстинктивно по генетике, и осознанно, как разумные существа, создавать благоприятные условия или, по словам Бенатара, адаптивные преференции для развития последующих поколений. В правоте и верности своих... Проблема заключается, опять же, в том, что несмотря на любые адаптивные преференции, несмотря на любые благоприятные условия по Бенатару и по Шопенгауру, страдание все равно будет иметь место, как бы. Мы не можем от него избавиться. Неизбежность возрождения про и контр-антинатализма читаем. Тут один интересный русский человек критикует Бенатара с его антинатализмом. Непонятно, зачем, правда. Ведь, в принципе, понятно, что идеи Бенатара воплощены в жизни не будут. Ну, то есть... То есть, практически очевидно, что он не сможет реализовать свои идеи. Это же, ну... Это же такое. Такое себе. В правоте и верности своей позиции он убежден, хотя, как рационалист, аналитически мыслящий исследователь понимает, что убедить в этом массу людей невозможно. Но в чем нельзя сомневаться? И это он рассчитывает, что люди, безусловно, задумываются и спросят себя, что это на самом деле значит иметь детей. Единственное объективное оправдание в желании... В желании людей иметь детей он видит в том, что некоторые люди хотят, чтобы их гены нашли продолжение. Но, кстати, вот это плохой тег. Я не думаю, что единственное объективное оправдание заключается в том, что некоторые люди хотят, чтобы их гены нашли продолжение. Но, друзья, понимаете, аллигатор не то, чтобы шизы щата, он иногда очень интересные вещи говорит. Ну, то есть... Сейчас по теме буддизма он меня немножко уделал, наверное. Я признаю, что он меня немного уделал. Я не могу дальше копать, рыть. Ну, то есть здесь интересно. Это не шизы щата, аллигаторы. Давайте не будем обзывать аллигаторов. Я, в принципе, признаю свои слабости. Я не то, чтобы большой фанат... Вообще, не то, чтобы большой, знаете, специалист во всем индийском, то есть, включая буддизм, он меня уделал там. Ну, то есть, друзья, не то, чтобы шизы щата, не надо обзываться до людей просто так. В этом аспекте, в этом вопросе он действительно, ну... Что-то правильное сказал. Хотя там потом попытался уйти куда-то в другую сторону. Я, в принципе, что-то похожее сказал. Ну, духа, суха, я думал, духа и суха, они присутствуют практически во всех учениях индийских. Ну, просто оказывается, оказывается, слово страдание, так, страдание наше, то, что мы переводим с индийского, как страдание, это несколько слов туда идут. Ну, то есть, вот все. Это аргумент, по его мнению, основан лишь на собственной выгоде. В продолжении рода, при этом люди хотят ощущать, что такое родить и растить ребенка. Знаете, я не думаю, что для людей имеет какое-то значение их продолжение рода, гены, ну, то есть, именно гены, генетический какой-то вот аспект этот продолжение рода, никто об этом именно не думает. Может быть, это внутри как-то заложено, но это заложено таким образом хитро, что люди не думают, а вот вы мне, знаете, продолжить род, защитить вид, чтобы мой вид стал там больше, лучше, круче. Люди так не думают. Когда, я не знаю, биологи начинают рассуждать о том, что люди так думают, они допускают очень такие жесткие философские спекуляции. Иногда бывают и случаи, когда рожать для родственников или чтобы порадовать родителей, мечтающих... Да, Сейвер, это пишется, но это реализуется на уровне инстинктов. Но когда вы говорите, что люди об этом думают, ну, это плохая философская спекуляция просто. Вот и все. То есть, реализуется ли это на уровне инстинктов, насколько у людей реализованы инстинкты? На самом деле, это больше похоже тоже на философские вопросы. И не биологам им, кстати, решать, ввиду того, что биологи плохо разбираются, так скажем, в содержательной стороне существования человека. То есть, в культурологии, не знаю, искусстве и так далее, так далее, так далее. Человек значительно сложнее других животных, и поэтому описывать его только через инстинкты было бы, ну, очень странно. И, наверное, слишком притянуто за уши. Вот. Вот так, я думаю, по крайней мере. Если предложить... Опять исчезаю, да? Если предложить, как бы там ни было, что реальная жизнь может все-таки существовать, по Бенатару получается, что можно спасти людей от их страданий, не рожая их. Или второй вариант спасения иллюзорный. Человеку хорошо, он часто и здоров, но это ему только кажется, ибо окружающие точно знают, что ему на самом деле плохо. С помощью этого универсального метода Бенатар Бенатара можно легко решить все актуальные мировые проблемы здравоохранения, спида, питания, растущие численности, популяции экономические, экологические, политические, военные. Но если вы уже родились, но если ты уже родился, не смог предотвратить собственное рождение, то и тут все очень просто. Не влюбляться, не рожать детей, лечь на диван, если есть, и ждать собственной голодной сменой. Аргумент к дивану, конечно, круто. Аргумент к дивану, ну вот мы прям вот во всей серьезности изображаем концепцию противника в данном случае. Лечь на диван. В научной статье, между прочим, которая издана, я полагаю, в рецензируемом журнале. Потрясающе. Очень круто. Конечно же, очень круто, но невероятно. Если мировое сообщество, научное объединение в мире обеспокоено стремлением продления здорового, счастливого существования людей, освобождения жизни от смерти, то у Бенатара свобода и счастье заключаются в исключении из жизни боли и страданий, так как абсолютно любого страда... Так как абсолютно любого страдания достаточно, чтобы признать вред появления на свет. Ну, здесь ничего плохого в данном случае. Он просто не очень правильно изображает теорию у Бенатара. Я не очень с ней знаком, но некоторые моменты, которые мне известны, он просто мимо. Те же идеи о ненужности. Ну, тут очевидны некоторые моменты полежать на диване, там, не знаю, ну, круто. Ну, круто, не знаю. Ну, быть коммунистом, иначе не знаю. Тоже лежать на диване, диалектическим материалистом. Кто же лежать на диване, критиковать, быть критиканом диваном. Круто же, да? Как мы хорошо изображаем диалектический материализм. Те же идеи о ненужности продолжения жизни Бенатар излагает во второй известной книге «Второй сексизм. Дискриминация против мужчин и мальчиков», в которой мужчины рассматриваются как жертвы дискриминации. Если в период первого сексизма дискриминации подверглись женщины, то в настоящее время мужчины на протяжении всей истории человечества именно они призывались на воинскую службу и посылались убивать и быть убитыми. 98% заключенных мужчины среди казненных большинством мужчин. Философию Бенатара не случайно многие специалисты называют радикальным пессимизмом. Это действительно так, ибо в любом возможном философском вопросе о смысле жизни и предназначении человека, который волнует и интересует многих, он прост и неоригинален. Для него вопрос о смысле жизни есть фикция, так как сама жизнь оказывается обманом. Странно, что Бенатар часто бывает на конференциях по биоэтике и делает доклады, в которых доказывает, что самоэтичным по отношению к живому будет не дать ему родиться, следовательно, не испытывать страдания. Иногда он выступает на правозащитных конференциях, где вроде бы защищают жизнь. Он же продвигает позицию, согласно которой и наилучшая защита полное уничтожение человеческого вида. Ну, норм. То есть, основная цель Бенатара избавиться от страдания. Как избавиться от страдания? Сделать так, чтобы люди не рождались. Тогда люди точно не будут страдать. Шах и мат. Большинство ученых, философов, социологов и масс людей исходят из того, что жизнь небессмысленна. Жизнь, ну, с большинством философов что-то вот как-то не туда, наверное. С философами сейчас все сложно. Может быть, и большинство, но они видят разный смысл, в общем-то, в жизни. Жизнь, вообще, человеческая жизнь, в частности, даны самой природой естественным образом. интересно, а что думают ученые, осмысленно жизнь или бессмысленно? В каком смысле жизнь осмысленна? То есть, вообще, это вопрос для науки какой-то? То есть, биологи разве решают этот вопрос? А какой смысл жизни? А зачем? А зачем вдруг внезапно химические существа, там, не знаю, в первородном супе вдруг соединились и образовали там первые, не знаю, живые существа, бактерии, потом они превратились в эукариоты, эукариоты стали собираться в организме? А какой в этом... А зачем? А зачем это происходит? Там, наверное, какой-то смысл же есть, да? Смысл этого есть, наверное, большую часть времени. Думают не о том, как это произошло, а о том, зачем. А зачем это произошло, да ведь? Да, об этом же биологи думают прежде всего. Это главная мысль для биологов. Зачем произошла жизнь? Сейчас я опять буду править гребаные фильтры, мне что-то все не нравится, я опять продолжаю исчезать. Не, ну, серьезно, просто у дедушки немножко странные представления о биологии. Вот, 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 что я думаю, по крайней мере, очень странные представления о биологии. Я все еще прозрачный, я еще более прозрачным стал, замечательно, супер, к этому мы и стремились. Не, ну, то есть, знаете, честно говоря, ну, ну, можно было бы хотя бы по биологии подтянуть себя немножко бы, если бы он постарался, чуть-чуть, как бы, как бы, так, я теперь исчезаю, нет, все еще исчезаю, блин, ну, ладно, не важно. Можно было бы постараться, можно было бы постараться, не знаю, залезть в Википедию хотя бы, чтобы вот на пустом месте не говорить чепухи. Это было бы неплохо. А самой природой, естественным образом, и человек живет, учится, работает, делает карьеру, добивается результатов, растет, развивается. Окей, окей, супер. Только когда он делает карьеру, его ждет огромное количество проблем. На работе его будут постоянно, в общем-то, нагнетать. Плохо будет в учебе, над ним будут доминировать всякие деды, будут его унижать, заставлять унижаться. То есть, опять же, страдание идет. А добивается результатов? Да, добивается результатов, а иногда не добивается. И чаще всего человек не добивается результатов. Он живет и не добивается результатов. Он отказывается там от своей мечты, от своих желаний. Все его чморят, там все его ненавидят. Все нехорошо. Растет и развивается. Окей, растет и развивается. Ну, не все так делают, но бывает растут и развиваются. Вот ежи не растет, но развивается. Не знаю. А кто-то растет, но не развивается. По-разному бывает тут, в общем-то. У людей всегда найдутся причины для страданий, на мой взгляд. Если они постоянно не будут находиться под наркотиками какими-нибудь. Но мы не одобряем наркотики, во-первых, на нашем канале. А во-вторых, как-то, знаете, ну, как-то, блин, постоянно быть под наркотическими веществами, такое себе тоже. Ладно. Часто, не всякие, не всегда задумываются, для чего все это. Но даже если задумывается, не так легко можно решить этот сложный вопрос. Как говорил Альберт Эйнштейн, известный физик, создатель теории относительности, квантовой теории цвета, человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, но и вообще едва ли пригоден к жизни. Охеренно. Цитаты авторитетов. Да, объяснение смысла через ЭГЭ, то есть, передать больше своих генов, является скорее попыткой наглядно показать процесс, а не настоящей концепцией смысла жизни. Да, именно. Именно Сейвер. То есть, ученые работают, не пытаясь определить, зачем это существует. Им важно, как. Философ может поставить вопрос о том, зачем. Может. Ну, не всякий философ это делает, конечно. Не всякому философу такой вопрос, конечно, тоже интересен. Но может поставить. биологу очевидно, очевидно нет смысла непосредственно спрашивать, а какой смысл жизни? А зачем? Как она? Кто? Может, боженька ее создала, она стремится к благу, там, не знаю. Ну, вот такой ответ есть, например. Бог создал жизнь, она стремится к благу. А зачем? А зачем? Потому что она стремится к благу, и все хорошо, все в итоге хорошо складывается, и жизнь хороша. Замечательно просто. Только проблема заключается в том, что наука в таких категориях не работает. Вот, вот и все. Здесь апеллировать к ученым нет смысла. Бенатар называет склонность большинства людей к оптимистическому взгляду на жизнь предрассудком. Такого рода предрассудки, утверждает он, приводит к недооценке количества зла в жизни. Поэтому, если все основания не доверять этому большинству людей. Кстати, знаете, в чем дело? С Бенатаром здесь можно согласиться, я даже попробую дораскрыть его позицию, вот это вот, когда мы недооцениваем, когда мы очень позитивны, когда мы добры, нам свойственно недооценивать количество зла. например, где-то идут войны, где-то там убивают людей, где-то там, не знаю, террористические группировки, друг с другом сталкиваются, расстреливают в кровавое мясо бедных жителей, там, разных деревень. Не знаю, африканцы голодают. А, мама, у нас все позитивно, жизнь хороша, имеет жизнь, хорошо жить, жить замечательно, ура, жизнь, я так люблю жить, друзья, давайте жить больше, чаще и лучше. Ничего, люди такие не замечают чаще всего, такой, знаете, можно сказать, наивный оптимизм. Наивный оптимизм, игнорирующий все плохое, что существует в этом мире. Он не позволяет исправлять даже этого плохого, из-за такого позитивного, хорошего, доброго оптимизма, плохих вещей, которые приводят нас к страданию, приводят многих людей к страданию, становится все больше и больше. И поэтому такие вот добрые, замечательные, потрясающие оптимисты, на самом деле, одни из самых главных творцов мирового зла. Просто потому, что для того, чтобы им сохранять этот наивный оптимизм, им нужно игнорировать вообще все. Все, все, что плохое происходит, им плевать. Им плевать, если они узнают об этом, их оптимизм может раствориться, и они это понимают, и чтобы сохранить этот оптимизм, им приходится игнорировать, 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 дальше, дальше, и дальше. Бенатар настолько убежден в правильности идеи антинатализма, что полагает, что если бы на Земле рождались только наилучшие человеческие жизни, все равно существуют неприемлемые риски ужасных страданий, которые придут в лучшем случае под конец жизни. Бедность, расстройство, депрессия, утраты, инфекции, онкология. Он как будто не замечает, что есть в мире филантропическое движение, направленное на заботу о людях и безвозмездную помощь нуждающимся. Капитализм. В пользу идей Бенатара работает так называемое мизантропическое направление во взглядах на общество и человека. Своеобразная жизненная позиция, связанная с нелюбовью к людям. Тут проблема с Бенатарой заключается в том, что у него наоборот любовь к людям и с любви к людям, и своего довольно-таки интересного понимания того, что есть страдания, и необходимости избавиться от страдания, а необходимость избавиться от страдания была свойственна многим философам вообще-то. Он делает свои выводы. Человека ненавичничества у Бенатара нет. Отчуждение, пессимизм, недоверие в ряде случаев, наслаждение ненавистью к людям. Мизантроп это личность, презирающая человечество, как вид. Мизантроп это личность, презирающая человечество, как вид. Именно. Ух ты. Противопоставляющее себя общество, ненавидящее массу за остальные инстинкты, глупые правила и догматы, которым они следуют. Проблема в том, что это не Бенатар. Несмотря на такое неправильное определение мизантропизма, ну, такое ограниченное, мы можем больше-больше разных, там, не знаю, атрибутов мизантропа выделить. Но вот как-то вот странно. Странно. То есть, понимаете, человек как вид, плохо еще оказывается. Мизантропы не любят человека как вид. А вот Васю Пупкина мы любим. Мы мизантропы, мы любим Васю Пупкина. Мы любим человека как социальный конструкт. А вот как вид мы не любим. А вот как вид, как бы, вот плохо. Вот как вид, нет, нет, нет. Нет, как вид, нет, а как социальный конструкт, да. Вид нет, конструкт, да. Все, все, приняли. Мизантропы. Оп-оп, мизантроп. Ну, то есть, и при том, это не Бенатар. При том, это все не Бенатар. Бенатар немножко из других посылок исходит. И это было написано в статье раньше. Проблема заключается в том, что это уже было описано в статье раньше, из чего исходит Бенатар. Его раздражает глупость, необразованность, неспособность принимать индивидуальную ответственность. Слово мизантропа является антонимом слову филантроп. Мизантроп, как правильно, индивидуалист, холодный и бесчувственный субъект. Да, именно такой он. Оп-оп, мизантроп, вот такой гад. Холодный, бесчувственный, индивидуалист. Не коллективист, а индивидуалист, да. И держится всегда подальше от людей. В ситуации, когда человек нуждается в помощи, мизантроп отойдет подальше. Подальше отойдет, конечно же. Пообщавшись с презрением, поморщившись с презрением от слабости нуждающегося, в то время как филантроп старается помочь. Мизантропический взгляд, открытый путь к континентализму, ну конечно же, конечно же, да. А еще это к фашизму путь, к национал-социализму. К национал-социализму вообще путь это, понимаете? Не знаю, к Чикатило прям вот сразу. Путь к уровню Чикатило, к массовым убийствам, расстрелам, к ГУЛАГу путь сразу. Вот прокрывается. Как только вы становитесь антинаталистом, ну вот все уже. Окей. Пиздец. Хорошо. Научная статья, друзья. Напоминаю, что это научная статья, напечатанная в рецензируемом журнале. Напоминаю, название журнала Russian Journal of Humanities. Humanities. Не знаю, как правильно считать. Вот, друзья, вот какой прекрасный журнал, как вы видите, да? Охуенно. Как бы супер. Ну, то есть, вот здесь как бы идет просто обмен этими, как это называть, слухами. Мезотропический взгляд, открытие путь к антинатализму. Здесь наблюдается явное сходство. Люди также рассматриваются, как глубоко испорченные, деструктивные существа. Они разрушители, и им лучше не появляться на свет. Против идей Бенатара, против философии антинатализма выступает прежде всего сама природа, и ее особая часть общества. Природа, согласно эволюционной теории Чарльза Дарвина, в течение многолетней и длительной эволюции создает высшее творение человека. Вот прям об этом, да, эволюционная теория повествует. О том, что человек это высшее творение. Это высшее творение. Высшее творение. Венец, венец природы человек. Ведь об этом же эволюция говорит. И другого венца природы, видимо, быть не может. С чего мы взяли, что человек венец творения, высшее творение, по-моему, ну, вообще оценка не свойственна ученым таким. Ну, то есть, если... Ну, то есть, ученый не должен выдавать такие оценочные суждения. Мол, человек это высшее творение, самое лучшее из всех живых существ, там самое крутое, самое прекрасное, самое замечательное. Это не наука тоже, это фантазия. Это уже фантазия автора. В природе и обществе существует целенаправленность, целесообразность, некая имманентная закономерность, выступающая как необходимость. Они реализуются как непрерывное, разностороннее развитие природы, общества человека. Инстинкты, потребности, интересы, желания, заложенные в человеке, стимулируют к активным действиям. Он же, он повторяет одни и те же слова, на самом деле, прекрасно. Человек, существо одновременно природное, социальное и духовное. Вот такой вот человек. Его генетическая программа обеспечивает рождение индивидов с универсальным, не специализированным мозгом. Да, у него, видимо, везде будет апелляция к прекрасным законам природы, хотя Бенатар, в принципе, учитывает эти законы природы. Ну, то есть, от того, что человечество исчезнет, ну, то есть, понимаете, ну, допустим, мы можем трактовать концепцию Бенатара через теорию эволюции. На определенном этапе эволюции человек, человек получает интеллектуальные способности осознать, что жизнь сама по себе есть страдание, и чем больше он страдает, в общем-то, тем хуже для него. Все. Никак не противоречит теории эволюции Бенатар, не знаю, не читал его, так ли он делает или не так, но он мог бы так сделать, и было бы, и было бы прекрасно. Ну, то есть, вполне опираясь на теорию эволюции, ну, по крайней мере, не противоречивая теории эволюции, можно продвигать антинатализм. Вот вообще без каких-либо проблем. Продолжаем. Его генетическая программа обеспечивает рождение индивидов с универсальным, не специализированным мозгом, руками и гортанью, которые в комплексе создают готовность новорожденного к вхождению в систему общественных отношений и практической деятельности. Как живой организм человек в течение всей жизни подчиняется биологическим законам, благодаря которым сохраняется его глубокое единство со всем органическим миром. Это означает, что развитие жизнедеятельности невозможны без действия его генетической программы. Используя уникальные биологические особенности в качестве посылок, каждый индивид в своем антогенезе в процессе социализации реализует себя как социальное существо. Да, чувак пытается контрить антинатализм тем, что человек создан природой, естественно, естественно, создан природой, и даже если вдруг внезапно идеи Бенатара сбудутся, Джон Дой, представляете, если даже внезапно все человечество исчезнет, ну, перестанет рождать новых детей и исчезнет, то в итоге в процессе эволюции снова появится человечество, по мнению автора статьи. Это до сих пор смешно. Это шутка, которая будет смешна даже на третий раз, как бы. Доктор философских наук, профессор, в прецензируемом научном журнале пишет о том, что жизнь будет постоянно возрождаться, человек будет постоянно возрождаться, человек, именно человек. И он пишет, что об этом писал еще Чарльз Дарвин. Блин, рецензируемый научный, это ваковский даже, наверное, журнал, рецензируемый научный русский журнал. Ну, то есть, ну, понимаете, по-хорошему мы должны были намекнуть, как бы, дедушка, слушай, это так не работает, как бы. Это работает немножко по-другому. Мы тут недавно Википедию читали, знаешь, и там по-другому написано, там как бы мы смотрим на эволюционное древо, и когда виды внезапно вымирают, потом оказывается, что как бы они заново не появляются, появляются другие виды обычно. Ниши, которые существовали раньше, которые занимали одни виды, занимают потом другие виды, а старые виды вообще умирают, бывает, как бы. Не забывай, дедушка, вот теорию эволюции немножко, ну, ты вот как бы можешь немножко почитать там, не знаю, где-нибудь. Ладно. Как существо социальное, человек универсален и умеет производить не только сообразно мерки своего вида, так, производить, умеет производить не только сообразно мерки своего вида, но и по мерке любого вида, в том числе по законам красоты. Это наука, друзья, это наука, это научно рецензируемый русский журнал, это русская наука, друзья. Вы думаете, что это не наука? Нет, это еще больше наук, чем весь научпоп вместе взятый. Это рецензируемый научный журнал, друзья, чтобы вы просто понимали степень, уровень, уровень, как бы, науки мировой, да. Окно закрыто? Да. Его трудовая деятельность носит общественный характер, предмечивая продукты, предмечивая в продукте социальные и интеллектуальные силы. Он тем самым создает объективные условия обмена результата труда. Но ведь возможность не размножаться и исчезнуть тоже создана природой, да? Да, это тоже проблема. Распечатывание, распредмечивание этого продукта другим субъектам устанавливает связь между людьми, поэтому жизнедеятельность человека выступает как сознательная деятельность. Человек одновременно существует... Я пока не понимаю, как это опровергает антинатализм в целом, но окей. Может, сейчас придем к тезисам. Человек одновременно существо духовное, умное, интеллектуальное, он хомо сапиенс, человек разумный. Это не то, чтобы когда-то греки придумали теорию разума и вдруг мы начали называть человека разумным. Нет, это не так произошло. Просто человек разумный, видимо, по своей природе. Каждое его действие, поведенческий акт совершаются с участием создания. Он живет в очеловеченном мире, на сфере, где предметы, процессы и явления наделены человеческим смыслом, значимостью, социальной функцией, целью. Взятые в аспекте этого смысла продукты человеческой деятельности представляют собой культуру. Духовно, да, это не по биологии статья Джон Дой, это не по биологии, это философия. Это философские... Философия, видите, написано наверху философия. Это доктор философских наук пишет. Овладевая в процессе социализации, общения, распредмечивания вещественного в продуктах труда, золота... Блин, ну господи, зачем марксизм? Доброе утро, Цунадо. Опять, да, гоняем философию, научные статьи читаем. Содержание индивид осваивает очеловеченный мир, приобщается к бытию культуры... Бытие культуры... Это наука, да, это наука. Обретает способности разумно действовать с орудиями труда, различного рода символами, словами, языком, информацией, понятиями, со всей совокупностью социальных норм. Понимаете, друзья, на самом деле, я уже не помню, что я сдавал по ЕГЭ. Я это... Вы должны понимать, что это происходило лет 10 назад, наверное, когда только ЕГЭ вводили. Ну, я средне сдал ЕГЭ, не то чтобы очень плохо, не то чтобы очень хорошо. Я не знаю, чувак просто берет нам, выкидывает сейчас уже диамат вперед. Вперед диамат. Хотя бы про Дарвина не рассуждать, не рассуждать перестал, это хорошо. У него вырабатывается широкий диапазон потребностей, интересов, целей, и вместе с тем формируются механизмы самоконтроля, регуляции, выражаются в способности волевыми усилиями подавлять или усиливать те или иные виды деятельности. Появляется долг, ответственность, иначе говоря, индивид становится социальным субъектом. Будучи объективным субъектом собственных общественных отношений, творцом самого себя и этого общества, человек не откажется от продолжения рода. Почему не откажется? Какие бы трудности, несчастье и страдания не пришлось ему испытать. Ну, почему не откажется-то? Почему он не откажется? Непонятно. Ну, потому что теория Диамата была здесь, как бы, представлена нам во всей красе. Ну, неплохо. Теория Диамат хороша, да, прекрасно, замечательно, но она не доказана. Поэтому на вопрос корреспондента BBC может ли когда-нибудь реализоваться идея антинатализма, перестать размножаться, да, Бенатаро высказал сомнения. Будут, конечно, индивидуумы, которые решат не размножаться, поэтому антинатализм может быть успешным лишь в небольших масштабах. Но он твердо убежден, что антинатализм заставит людей задуматься и спросить себя, что это на самом деле значит иметь детей. Понимаете, в чем дело? У Бенатаро вполне адекватная миру позиция. Ну, то есть, да, есть страдания. Страдания существуют. Представляете себе, страдания внезапно существуют. Во-первых. Во-вторых, во-вторых, люди могут отказаться от рождения детей. В-третьих, Бенатар понимает, что все люди не смогут исповедовать его концепцию. И, конечно же, большинство будет продолжать размножаться. То есть, у Бенатаро в его аргументации нет, наверное, ни одного колоссального косяка. Из всего, что вот привел нам автор, написавший эту статью, я не нашел ни одного косяка Бенатаро. Вот ни одного. Ни одного колоссального косяка. В пользу антинатализма работают, хотя не согласен с антинатализмом, но вот косяков там мало. Многочисленные, так, в пользу антинатализма работают многочисленные страдания, ставящие людей в затруднительное положение, неизбежная сперть близких и окружающих, ежедневно, только от голода умирает там много человек. Это мы читали, все читали, 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 все это широко известно массовому населению. Нет, не всем это известно. Тем не менее, человечество не отказывается от жизни, более того, человек догадывается, он единственное существо на планете Земля, которое знает, что он смертен. Эх, наука, марксизм, ленинизм, наука. А как мы подтвердим это утверждение? То есть, действительно, человек единственное существо на планете Земля, который знает, что он смертен. А почему животные тогда боятся смерти? Почему живые существа, другие живые существа написано, не знают об этом, живут, сколько живется и так далее, и так далее. Человек же знает, что точно, что смерть объективно неизбежна. Смерть неизбежна, и закономерность, необходимость. Знание этой неизбежности делает человека трагическим существом с одной стороны. Ум, интеллект, знание законов природы и общества делают его самым сильным, могущим существом, на земле. Боже мой, я, по-моему, читаю какой-то текст, не знаю, двухсотлетней давности. Как будто бы какой-то модернист это пишет, просто вот, не знаю, странно. Даже такое знание не делает людей антинаталистами. Делает. Есть несколько, есть группа антинаталистов, в чем проблема-то, еще много там, немного осталось. Стремление отдельного человека к вечности удовлетворяется отождествлением индивидуального существа с обществом. Вот это происходит в марксизме исключительно. Смертность одного человека вплетается в вечное существование с обществом. Джон Дой у слонов тоже есть похороны, например. То есть я не понимаю, о чем пишут авторы, как это доказать. Доказать обратное, например, можно. А то, что он пишет, это такая картезианская философская концепция. У Хайдегера она еще возрождается. О том, что животные не знают о том, что смерть есть, а люди знают. Это их отличительная черта. Но биологи-то так не считают. То есть, как бы, не знаю, странно, странно. Так, простите. Стремление отдельного человека к вечности удовлетворяется с обществом. Да, очень круто. Человек и общество часть бесконечной, вечной, никем не сотворенной природы. Они есть продолжение, вершины, венец, но не абсолютное завершение, а продолжение этой природы. Вместе с тем нельзя предполагать наличие в природе некой предустановленной кем-то гармонии, целью. Он же предполагал ранее. Ну, знание о смерти, я не знаю, в хайдеггерском значении это трактует, либо в картезианском. Ну, то есть, по картезию животные это механизмы, это просто тела, которые движутся, сложные органические механизмы, которые вообще ничего не знают, не понимают, и, в общем, тупые они. А люди умные, люди не только имеют протяженные тела, но и у них есть еще мыслящая материя внутри, они еще мыслящие сознания. Да, он имеет в виду осознание, что смерть есть. Именно, именно Маркус, Маркус Правиля пишет. Но тут проблема заключается в том, что мы достоверно не можем проверить, что животные не знают этого. Судя по их поведению, может быть, и знают. Сейвер пишет. Животный и человек ложная дихотомия. Ну, без разницы здесь. В контексте данного текста это не самый большой косяк. В природе существует целесообразность, но не как реализация чьих-то установок цели, а как присущая ей имманентная закономерность, необходимость. Следовательно, какого-либо кем-то установленного предназначения человека в природе нет, в природе, а, человека и природы нет и быть не может. Предназначение одно непрерывное разностороннее развитие природы и человека как ее продолжение, как преодоление родового генотипа. Вот так вот. Последний абзац, полагаю, да, один из последних. Что касается проблемы перенаселения Земли и вытекающих из этих проблем голода и истощения невозобновляемых энергетических и других ресурсов, как одного из аргументов от анатализма, то она, по мнению большинства ученых-специалистов по этой теме, достаточно обоснованно решается положительно. Во-первых, по мере развития культуры, цивилизации, урбанизации происходит стабилизация рождаемости. Да, она происходит в том числе, знаете, какими способами? Если кому-то не хватает еды, они умирают от голода. Например, таким способом может происходить стабилизация рождаемости. Это самый эффективный способ стабилизации рождаемости. Вот, понимаете, некоторым людям может не хватить еды, если им не хватает еды, они умирают от голода и все. Никаких проблем, да, оказывается. Как хорошо мир устроен. Стабилизация рождаемости. А рождаемость так или иначе в той или иной мере регулируется социальными факторами. Во-вторых, прогресс сельскохозяйственных в новом производстве далеко еще не достиг предела. Окей. Высокая культура, земледелие и эффективное животноводчество распространены, хотя и не повсеместно, но достаточно широко. В настоящее время используются не все площади, пригодные для выращивания сельскохозяйственных культур. Как отмечает американский специалист по вопросам народного селения. Я не знаю, Сейвер, почему сейчас контролируемая и почему была неконтролируемая, непонятно. Как отмечает американский специалист по вопросам народного населения и природных ресурсов Ревел, если бы вся природная пригодная для производства сельскохозяйственных продуктов почва обрабатывалась с применением ныне известных и уже употребляемых в сельском хозяйстве методов, а где нужно и рошалось, то можно было бы получать продовольствие в количестве достаточном для поддержания существования 100 миллиардов человек. А для полного угоду полного удовлетворения потребности в пище обожаю эти рецензируемые научные журналы, друзья, это же так, ну, прекрасно, да? Рецензируемый научный журнал полного удовлетворения потребности в пище одно слово, это какой-то немецкий язык начался. 50-60 миллиардов человек, поэтому можно заключить, что проблема перенаселения и проблема голода в современных условиях с учетом достижения науки и техники решаемы. А если человек станет 200 миллиардов внезапно, ну, как-нибудь, когда-нибудь, тогда будет, да, проблема? Окей. Наука, друзья, наука, наука, давайте перечитаем еще один Пёрл, тот самый потрясающий, чтобы мы запомнили нашего великого ученого исследователя. Он это даже же, да, он это написал здесь, в начале. Вот, но, да, вот это он написал в аннотации в начале. Давайте, поехали, прочитаем вот это высказывание. Но даже если покончить со всем человечеством по договоренности с течением времени по законам природы и согласно эволюционной теории неизбежно, объективно, закономерно вновь появится человек. Пу-пу-пу-пум-а, пам-пам-пам-пам-пам-пам. В чем заключается весь смысл этой статьи? Вот в этом, друзья. Он, ну, то есть, это даже в аннотации, как бы. Это не могли не заметить. У него нет ссылки на источник, где он это взял? Да, давайте, почитаем. Скорее всего, нет. Он просто это сказал. Это наука, друзья. Вы тут, нет, нет, у него шесть источников. Наука, вот, научные статьи, видите, как профессорам могут задаться, шесть источников. У меня по 20 статьях источников, и то мои статьи не берут, потому что я гребаный аспирант, который мало кому интересен. Шесть источников, написано откровенная херня, по ряду вопросов. Это, ну, на спорт с Бенатаром не похоже ни в какой степени, к сожалению. Бенатар, даже представленный в этой статье, выносит автора вот вперед ногами, к сожалению. Автор не постарался сделать ничего. Пивовар в смысл жизни человека, Франкл, человек в поисках смысла. Вот почему-то про смысл жизни две, два текста. Может ли земля прокормить растущий род человеческий? Вот одна статья, которая не связана с философией. Шпенгауэр, мир как воля и представление, еще сверху. И два текста Бенатара. Второй, сексизм и лучше никогда не быть, эта статья, которую он привел здесь в качестве примера. Вот так вот, друзья. Вот так вот это работает. Потрясающе. Обожаю, обожаю, обожаю науку. А, Савкин Николай Степанович, вот он, доктор философских наук, профессор кафедры философии и историко-социологического института, Мордовский государственный университет, сфера научных интересов, социальная философия, социальное воспроизводство, в системе культуры и цивилизации, прикладная философия. Автор 180 научных и учебных методических работ. Вот он. Вот наш герой сегодняшнего, в общем-то, нашего видео. Я сделаю хайлайт. Это заслуживает хайлайта. Простите, конечно. То есть, в ходе, нет, он не в ходе исследований, он это как аргумент использовал. Он думает, что наука доказала, эволюция доказала, что если мы там, не знаю, произойдет массовое вымирание внезапно, как минимум всех людей, как минимум, видимо, всех существ, многих существ, человек в итоге все равно неизбежно появится. Так работают законы эволюции. Мне показалось, что он ссылается на словарь. Нет, нет. Хотя, где здесь словарь? Давайте посмотрим. Смысл жизни, второй сексизм. Можно ли прокормить растущий род человеческий? Я не знаю, это книга или статья. Это статья. Это статья с пятой по двенадцатую страницу. Это статья. Карьер ЮНЕСКО. Переведенная статья 1979 года. Чтобы вы понимали, научность, да, вот этой статьи тоже. Ну, то есть, актуальность ее для современных исследований. Кайф. Очень кайфно.